Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы рассмотрим коллективно-договорную систему социально-трудовых отношений и сопоставим некоторые аспекты международных и национальных положений по содержанию трудового договора моряка. Существует вопрос, который волнует участников трудовых отношений, работодателя и работников, которым предоставлено право заключить коллективный трудовой договор, обязателен или нет данный документ. Можно ли привлечь работодателя к ответственности за его отсутствие? Основные вопросы, связанные с коллективным трудовым договором, разрешаются в главе 7 Трудового кодекса Российской Федерации. Она закрепляет официальное определение данного договора, как он должен выглядеть, порядок его разработки, а также заключения, изменения, регистрации и другие положения, в том числе вступление в действия коллективного договора. Исходя из статьи 40 данной главы коллективный договор, это правовой акт, регулирующий отношения в социально-трудовой сфере, в конкретной организации или у конкретного предпринимателя, заключаемый между работодателем и его работниками в лице представителей. Данное соглашение входит в систему актов, содержащих нормы трудового права, наряду с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации, указами президента Российской Федерации, постановлениями и другими актами исполнительных органов власти, а также актами органов местного самоуправления и локальными актами организаций. Договор между работодателем и работниками решает вопросы, связанные непосредственно с трудовой деятельностью в конкретной организации. Трудовой кодекс не обязывает работодателя заключать коллективный договор с работниками. Заключение такого договора – это всегда чья-то инициатива, а именно работников или работодателя. Такая инициатива выражается в направлении другой стороне письменного предложения начать коллективные переговоры для разработки и заключения соответствующего договора. Сторона, которая получила предложение, обязана вступить в переговоры не позднее 7 дней с момента получения письма. Учитывая данные обстоятельства, работодатель будет обязан заключить коллективный договор, если представители работников, профсоюзная организация выступила с таким предложением. При этом отказ работодателя от заключения коллективного договора недопустим и может повлечь на значение административного наказания. Если же ни одна из сторон не выступила с инициативой заключить коллективный договор, то никто не может обязать их сделать это. Условия и нормы договора обязательны для организации, в которой он заключен. Если нормы такого договора противоречат Трудовому Кодексу Российской Федерации и ухудшают положение работников, то он должен быть признан недействительным. Социально-трудовые отношения включены в систему общественных отношений, а значит, они отражают и находятся под влиянием множества факторов. В условиях постоянных и быстрых изменений на разном уровне коллективные договоры открывают широкие возможности для гибкого, адекватного и своевременного реагирования. Они позволяют пересматривать и корректировать принятые ранние положения, повышать уровень защиты прав работников, создавать условия для качественного диалога, развивать законные инструменты и формы легализации новых возможностей и судебного законодательства, зачастую имеют отношение к зарплатам, времени работы, жалобам и дисциплине. Заключение коллективного договора выгодно не только работникам, но и работодателю. К сожалению, в мире, в том числе и в морской индустрии, наблюдается тенденция перехода от коллективно-договорной системы к индивидуально-договорной, когда работник и работодатель заключают договор напрямую, без участия профсоюзов. В этом случае возрастает риск неравенства, увеличение разрыва между социальными слоями общества, застоя в пересмотре условий жизни и труда, нарушение баланса в отношении распределения власти, отторжение работников от участия в управлении, а это грозит потерей заинтересованности. Уровень развития законодательной базы и инфраструктуры социальной защиты работников в российской экономике определяет предпочтительность коллективно-договорной системы регулирования трудовых отношений по сравнению с индивидуально-договорным регулированием взаимоотношений работников и работодателей. Все чаще наблюдаются тенденции, сдерживающие развитие коллективно-договорной системы. Так, зачастую наблюдаются противодействия работодателей и собственников, объединению работников, социальная пассивность работников и недооценка ими, роли и значения соглашений в коллективных договорах, как инструмента защиты их прав, невыполнение администрациями и предприятиями обязательств, принятых в соглашениях и неэффективность механизмов согласовательных процедур, неустойчивое и неблагоприятное финансовое положение и, как следствие, нежелание работодателей брать на себя конкретные обязательства, отсутствие в малых и средних организациях объединения работников, которые могут инициировать заключение соглашений и коллективных договоров. Трудовой договор между работником, моряком и работодателем, судовладельцем заключается обязательно. Если есть коллективный договор, то считается, что все его положения включены в договор трудовой и обязательны для сторон. На основе трех основных условий выстраиваются трудовые отношения между работником, моряком и работодателем, судовладельцем. Они такие. Работник обязуется выполнять заплату трудовые функции работы по договоренности в соответствии со штатным расписанием профессии, специальностью с указанием квалификаций конкретного вида поручаемой работнику работы. Работник обязается подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. Работодатель обязуется обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. Коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами, трудовым договором. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании трудового договора. А если он пока не оформлен, то надлежащим образом на основании фактического допуска работника к выполнению обязательства сведомо или по поручению работодателя, а также его представителя. Рассмотрим некоторые особенности формирования трудового договора с представителями плавсостава водного транспорта морской отрасли. Не раз отмечалась значительная специфика труда в море. Она определяет необходимость формирования прочной законодательной базы для выстраивания социально-трудовых отношений между сторонами договора, а именно моряками и судовладельцами. Вот почему трудовые отношения здесь регламентируются не только нормами трудового законодательства, а также морского, транспортного, гражданского права и отраслевыми нормативными актами, отражающими специфику работы этой категории персонала, среди которых уставы службы на судах морского и внутреннего водного транспорта, устав о дисциплине, отраслевые тарифные соглашения, коллективные договоры и трудовые договоры. Работники, экипаж судна делятся на командный состав и рядовой. Должности старшего командного состава, которым относится и капитан судна, старший помощник, капитан, старший механик и радиоспециалисты могут занимать только граждане России. Условия, на которых иностранные граждане и лица без гражданства не могут входить в состав экипажа судна, определяются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Под судовладельцем, согласно кодексу торгового мореплавания и кодексу внутреннего водного транспорта, понимается лицо эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или использует его на ином законном основании. Для судоходного бизнеса в России наиболее широкое распространение получили открытые и закрытые акционерные общества, а также общества с ограниченной ответственностью. А физические лица в качестве работодателей встречаются редко. Это потому, что международные и национальные правовые нормы, регламентирующие судоходную деятельность, оказывают существенное влияние на выбор организационно-правовой формы работодателя в пользу юридических лиц. При этом никто из членов экипажа судна не может быть принят на работу на судно без согласия капитана. Судовладелец как работодатель обязан обеспечить установленные в общем порядке права, однако кроме них судовладелец обязан обеспечить наличие спасательных средств, бесперебойное снабжение продовольствием и водой, наличие надлежащих помещений, кают, столовых, санитарных узлов, медицинских пунктов, помещений для отдыха, культурно-бытовое обслуживание, страховать заработную плату и другие причитающиеся членам экипажа судна суммы, в том числе расходы на репатриацию. Страховать жизнь и здоровье членов экипажа судна при исполнении ими трудовых обязанностей, то есть обеспечивать исполнение законодательных требований, в том числе указанных в конвенции о труде в морском судоходстве. Особенностью организации трудовых отношений в судовых экипажах является роль, полномочия и ответственность капитана судна, который выполняет функции представителя как судовладельца, так и грузовладельца в отношении сделок, необходимых в связи с нуждами судна, груза или плавания, а также веренного ему имущества. На капитана возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судов, защите морской среды, поддержание порядков на судне, предотвращению причинения вреда судну и или находящимся на судне людям и грузу. Оказание помощи любому лицу, терпящему бедствия, оказание неотложной медицинской помощи, в случае военных действий в районе нахождения судов, принятие всех мер по недопущению уничтожения, повреждения и захвата судна, находящихся на нем людей, документов, а также грузов и другого имущества. В случае неминуемой гибели судна, принятие всех мер по спасению находящихся на судне пассажиров, судового журнала и ряда других документов, ленты навигационных приборов, ценностей, принятие мер по оставлению судна всеми членами экипажа. Возбуждение уголовного дела, публичного обвинения и осуществление неотложных следственных действий, удостоверение завещания лица, находящегося во время плавания на судне и запись в судовом журнале о каждом случае рождения ребенка и случае смерти на судне. Сравнивая международные и национальные российские положения по содержанию трудового договора моряков необходимо отметить, что они практически совпадают. Для обеспечения соответствия Министерства труда и социальной защиты утвердила примерную форму трудового договора, заключаемого между работодателем, судовладельцем и работником, моряком, для работы в составе экипажей морских судов и судов со смешанным экипажем, плавающих под государственным флагом Российской Федерации также. Для плавсостава важно, что по соглашению сторон может заключаться срочный трудовой договор, а для практической реализации трудовых отношений плавсостава важно определить порядок заключения и расторжения трудового договора. Поскольку в Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве определено, что на национальном уровне законодательно устанавливается минимальный срок уведомления, подаваемого морякам и судовладельцам при досрочном прекращении действия трудового договора, но он не может быть меньше семи дней. Кроме того, определяются основания, без каких-либо санкций для прекращения трудовых отношений в более короткие сроки или без уведомления в связи с семейными или иными причинами чрезвычайного характера. Пока в российских нормативных правовых актах эти положения не уточнены. Таким образом, сегодня мы рассмотрели коллективно-договорную систему социальных трудовых отношений и сопоставили некоторые аспекты международных и национальных положений по содержанию трудового договора моряка. В дальнейшем речь пойдет о тенденциях и перспективах развития социально-трудовых отношений в морской индустрии. Спасибо, до новых встреч!